Доброе утро, ребята. Сегодня у нас будет необычный влог, так как я буду без Марины. Буду со своей бабушкой. Она давно хочет увидеть, где я живу в Днепропетровске. Мою студенческую жизнь. И сейчас я приехал на автовокзал. Сейчас 8 часов утра. Жду бабушку. Нет. Мы покупаем билеты. Едем сразу же на автовокзал. Бабушка уже пришла. Стоит. Привет, бабушка. Привет. Пошли, родненьки. Там стоит автобус на Непр. Да, можно мы так под... Здорово, Сумма. А, ешь до бабушки. До бабушки. Бабушка едет до Виталик. Ура. Идеально мы с бабушкой подоспели на автобус. Два часа и мы в Днепре. Приехали мы с бабушкой уже в Днепропетровску, да? Да, сейчас приехали в центр. Идем в общежитие. Перекусим, переоденемся чуть-чуть. Отдохнем и пойдем дальше устраивать бабушке экскурсию. А потом прямо оттуда и на вокзал. Да, потом вам сходим. Как там ходят. Посмотрим, как там ходят поезда. Зашли с бабушкой в магазин только что пиво взять тебе? Не мне, а бабушке. Я ж не пью. Он малолетний. Мне сказали, что слишком молодо выглядишь. Сказали, что он как молодо выглядишь, что не дали даже пиво. Пришли мы уже в общагу. Да, скажи, что мы уже на месте. Уже у нас все хорошо. Сейчас сядем позавтракаем. Бабушка пивашка, которая пахнет. И будем ходить по набережной гулять, да? Так, надо сейчас приготовить. А, Витек! Как всегда не помыл после себя. Сейчас еще мультиварку мыть. Бабушка не может понять, что у нас с холодильником, почему он не открывается. У нас такая проблема с холодильником, что он не закрепляется до конца. И, то есть, у него ты просто так не откроешь. У нас такая система есть. Здесь крючок есть. Его поднимаешь и открывается. Я закажу, а бабушка холодильник ломает. Маза, маза, здорово. Пойдем, сейчас я не знаю. Посмотрим, что бабушка купила. Ой, привезла мне. Так, что это у нас? Вот, котлеты, рулет мясной, отбивные. Пиво. Пиво. Пиво, пирожочки с капустой, с печенкой, блинчики, пицца. На полгода? Да. Ну, хватит. Так, хватит на пару дней. Вышли мы с бабушкой на набережную уже. Гуляем. Бабушка осматривает местные достопримечательности. Ну, конечно, глянь, особенная горница этот. Ресторан понравился ей. Сейчас пройдем в парк. Посмотрим, что там. Ага. Погуляем. Погуляем. И бабушка до дома, тю-тю, поедет до дома назад. На улице погода непонятная. Вроде бы иду в свитере, мне жарко, когда на солнце выхожу. А в холодке прохладно. Да, когда снимаешь, если снять вольф, то оно холодно. Снова одеваешь свитер, снова жарко. Непонятно. Бабушка только что увидела мужика с селфи-палкой и думала, что это иностранец. Что новые технологии привезли за границей к нам. Говорит, смотри, какая у него палка в руке фотографирует. Ну да. Бабушка очень понравился монастырь. И мы сейчас идем смотреть, работает ли он или нет. Если монастырь работает, мы может даже зайдем посмотреть, что там да как. Может, так светит солнце. Ни одной нормальной фотки у нас не получилось. Солнце слепит. Если, чтобы был нормальный вид, нам нужно, чтобы солнце прямо в глаза. У меня нету очков. Все никак, все не могу купить. Нет, оказывается, монастырь закрыт, и в него нельзя войти. Можно просто походить по территории. Но тут люди сидят, но заходить нельзя. Все-таки храм работал, а вход был только с другой стороны. Кто? Кто вход? Ага. С другой стороны был. И мы туда же зашли. Храм работал. Да. Но он очень маленький. Там только два места, где свечки ставить, пару икон, и вот даже негде развернуться. Туалет, бабушка. Бабушка думал, что вот эта церковная лавка, этот туалет. Он говорит, пошли. Я схожу быстренько. Я говорю, нет, бабушка, это вряд ли церковная лавка. Она говорит, идем, я по-любому там туалет. Вот и закончилась наша бабушка прогулка. Путешествие закончилось. Треба до дому ехать, уже домой собираемся. Потому что бабушка подустала, мы и так очень много пришли. Даже я чуть-чуть подустал. Да ноги пристав себе, сколько она была. Ну ничего, дома приедем, выспимся, отлежимся и на работу. Конечно, обидно. Всего прошло сколько? Часто три мы гуляем. Да. Ну, уже надо будет ехать. Ну, для такой бабушки уже надо и пора, и отдых. Уже хочется. Ладно, ты еще молодая. И я наконец-то дошел до своей кровати. Если это видео вам понравилось, ребят, то пожалуйста, хотя бы поставьте лайк. Можете не подписываться на канал, но хотя бы поставьте лайк. Для меня это будет значить, что оно вам понравилось и что я не зря его делал. Потому что каждое видео, которое я делаю, я делаю это с душой. Надеюсь на то, что оно вам понравится и сижу, снимаю, монтирую. Все это нелегкий труд и надеюсь вы это оцените. Всем пока.